Привет, друзья! Сегодня я открываю новую рубрику в моём музыкальном журнале. Ну, или, если хотите, новый плейлист. Он будет называться «Видеокниги». Безусловно, я не собираюсь прекращать музыкальную работу, а просто слегка меняю тематику в связи с тем, что сегодня происходят такие напряжённые события. Как говорится, когда разговаривают пушки, музы молчат. Обязательно просмотрите это видео до конца. В конце будет самое важное и полезное. Надеюсь, эта рубрика будет интересной, поэтому подписывайтесь и обязательно ставьте свой лайк. Теперь я попытаюсь прикоснуться к творчеству моего самого любимого писателя Александра Ивановича Куприна. Его рассказы следуют главному принципу – краткость сестра таланта. Рассказы его написаны изящным языком, весьма познавательны и читаются на одном дыхании. Тем не менее, я попытаюсь донести до вас его рассказы своим способом, кратким содержанием и очень важными цитатами. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас такое время, когда книги, хоть и читают, но уже всё меньше и меньше. А мне хочется публиковать видеоролики с полезным содержанием. Весь мой музыкальный канал подчинён именно этой идее. Ну что ж, давайте приступим. Только вот такой уговор. Попробуйте представить время, относящееся к концу XIX века. Как одевались люди в то время, какой был транспорт, как люди общались между собой. То есть, каким языком. Ведь сейчас, если внимательно послушать, как между собой общаются люди, ну, скажем, в транспорте, или, скажем, переписываются в интернете, или даже вот военнослужащие между собой, то, понятное дело, культура-то, где она в обществе? На дне. А культура – это основа всего. Поверьте мне, так и есть. Александр Куприн Последний дебют 1889 год Антракт между третьими и четвёртыми действиями кончался. Капельмейстер Иван Иванович фон Геккендольф только что добрался до самого интересного места увертюры, изображавший очень наглядно плач иудеев в пленении в Вавилонском. Иван Иванович ужасно любил такие пьесы, где всё время шла отчаянная фуга, где жалобное рыдание флейт смешивалось с патетическими восклицаниями кларнета, где гудел самым безжалостным образом тромбон и всё покрывалось глухим ракотанием турецкого барабана, где музыканты, приведённые в ужас этим хаосом звуков и готовые положить инструменты, кидали на капельмейстера взоры, полные самого мрачного и безжалостного отчаяния. Тогда Иван Иванович производил чудеса. Он бросался из страны в сторону, делал самые трудные телодвижения, удивляя публику своей гибкостью, и, наконец, красное от усталости и волнения обводил зрителей торжествующим взором, когда инструменты сливались в общем хоре. Ну а дальше идёт рассказ о других персонажах. Вот, например, Алексей Тимофеевич Петуня, исполнявший одновременно должность и декоратора, и машиниста, и сценариуса. И был он всегда в страшном волнении. «Опускайте, опускайте кулисы-то!» кричал он, бегая без сюртука по сцене. «А ты, голубчик Кирилл, сбегай-ка сейчас вниз в косу! Да пошевеливайся! Бегом! Ну что вы там заснули! Где же река-то? Николай Антонович, вы реку позабыли! Давайте реку!» Эти последние слова относились к антропренёру и директору труппы, быстро проходившему через сцену с хлыстом в руке. Это был высокий, статный мужчина лет тридцати пяти. Лицо его, обрамлённое густой гривой чёрных волос, живописно падавших на плечи, носило печать какой-то гордой, самоуверенной силы. Особенно хороши были его большие серые холодные глаза, тяжёлый взгляд, которых не могли выдержать многие, даже очень решительные люди. Поднявшись наверх, Александр Петрович остановился перед маленькой крашеной дверью и постучал. «Кто там? Войдите!» раздался за дверью приятный женский голос. Это была Лидия Николаевна Гольская, красавица, ведущая актриса труппы. При входе антропренёра Лидия Николаевна сделала порывистое движение вперёд, но опять опустилась в кресло, и только густой румянец залил её бледные щёки. «Чем обязана чести видеть вас у себя?» спросила она через силу, и в тон её голоса зазвучало скрываемое горечь и презрение. «Я просил бы вас, Лидия Николаевна, оставить, во-первых, этот тон, который мне неприятен, а затем хотел вам доложить, что меня положительно возмущают ваши вздохи и безнадёжные взгляды. На каком основании это всё делается? А сегодня вы как будто нарочно из рук вон плохо играете. Хорошо ещё, что вас любит публика, а то ведь провалили бы пьесу, окончательно провалили бы. Чисто женская логика. Разозлиться на одного человека, а делает неприятности двадцати пяти. Здесь, кроме меня, страдает автор, страдают ваши товарищи. «Я уверен, три четверти зрителей не слыхали вашего умирающего голоса». И он остановился против неё, раздражённый, взволнованный, ожидающий ответа. «Александр Петрович, представьте себе», заговорила, наконец, Лидия Николаевна прерывающимся голосом, «представьте себе женщину, которая полюбила горячо и сильно, полюбила в первый раз в жизни». Александр Петрович сделал нетерпеливое движение. «Подождите немного, представьте себе дальше, что она отдала всё, что только может отдать женщина. А он надругался над этой горячей, слепой любовью, бросил эту женщину на произвол судьбы. И представьте себе, Александр Петрович, что этой женщине приходится развлекать тысячную толпу именно в то время, когда она, быть может, близка к самоубийству или к безумию». «Ну вот, я так и знал», – прервал нетерпеливо антрепренёр. «И к чему здесь эта напущенная иносказательность? Когда вы могли бы прямо потребовать у меня объяснения? Когда я вам говорил, что я вас люблю, я говорил от чистого сердца точно так же, как и вы, по всей вероятности. Если бы вы меня разлюбили, я не стал бы ныть и требовать любви. Если бы мне было тяжело, я повесился бы на первой балке моего театра. Если бы меня мучила зависть и злоба против моего соперника, я не стал бы сдерживаться. Я сделал бы то, что мне хотелось бы сделать. Разбил бы, например, кому-нибудь голову вот этим самым графинам». Александр Петрович возразила Гольская. «Вы забываете, кажется, что я женщина? Что? Ах, не всё ли равно? Я, признаюсь, не понимаю совершенно, не понимаю сентиментальных пошляков, которые уверяют, что раз сошлись мужчины и женщины, между ними возникает какое-то взаимное нравственное обязательство. Стыдитесь, Лидия Николаевна? Так простительно думать только девицам, которые, заслышав в словах мужчин намёк на любовь, тащат его к брачному сожительству. Я вам понравился? Вы мне понравились? Это, по-вашему, естественно? А разве не естественно и то, что вы мне перестали нравиться? Александр Петрович, а ваши клятвы, обещания? Вспомните, как вы призывали всё, что ещё для вас оставалось святым, свидетели вашей любви. Что же из этого? Или вы думаете, я сделан из дерева? Страсть, которая одинаково палила и меня, и вас, заставила бы всякого на моём месте клясться точно так же, как клялся я. Ну, хорошо, положим, я должен был сдерживать эти клятвы. Да неужели вам будет приятно, если я начну снова уверять вас в своей любви? После того, как сказал вам, и очень ясно, что вы мне перестали нравиться. А ведь вы должны со мной согласиться, что я не могу по произволу вызывать в себе нежные чувства. Александр Петрович, вы хотя бы вспомнили, что я должна сделаться матерью, прошептала, отворачиваясь, Лидия Николаевна. Она так была хороша в этом замешательстве, что у антропренёра мелькнула на мгновение мысль. А ведь я ещё могу её уверить, скажу, что хотел испытать, но это было только на мгновение. Он отогнал соблазительную мысль и отвечал суровым тоном. Ну что же-с, обеспечить законным образом существование ребёнка? Этого вам хочется? С удовольствием! Он не успел докончить фразы. Оскорблённая женщина встала с кресла и, заходясь от гнева, произнесла почти шёпотом «Вон!» Это «Вон!» было сильнее громкого крика. Человек, ни при каких обстоятельствах, никогда не терявшийся, покорно вышел, понурив голову. Ну а что же было дальше? А дальше спектакль подходил к заключительной части. Актрису вызвали на сцену. «Ваш выход, Лидия Николаевна!» Она сумела победить в волнении. Недаром она была прекрасной актрисой и сухо, но твёрдо отвечала. «Иду! Скажите, что иду!» И она вышла, прекрасная, величественная, в своей скорби. И уж один вид её заставил вздрогнуть и забиться сотней сердец. Она ничего не видала, кроме мощной фигуры, неподвижно стоявшей посреди сцены, и сама не знала, какое чувство будила в ней эта фигура. Прежнюю ли безответную любовь или глубокую ненависть и презрение произносилось в уме? Неужели не тронется это холодное сердце? Скажи, что ты меня любишь, обними меня по-прежнему. Я всё отдала тебе. Я тебя любила без конца, без оглядки. Но разве это возможно? Разве осталась для меня какая-нибудь надежда? Вот он что-то говорит. Нет. Это те же холодные, жестокие слова, та же убийственная, рассчитанная насмешка. Она рыдала. Ломая руки, она умоляла о любви, о пощаде. Она призывала его на суд Божий и человеческий и снова безумно, отчаянно рыдала. Неужели он не поймёт её? Не откликнется на этот вопль отчаяния? И ни один из тысячи не понял её. Он не разглядел за актрисой женщину, холодной и гордой. Он покинул её, бросив ей в лицо ядовитый упрёк. Она осталась одна. Всем становилось жутко. Каждый чувствовал, как по спине у него пробегала холодная волна. Суфлёр в изумении захлопнул книгу. В ней не было ни одного слова, похожего на эти полные мрачные скорби слова. Скрипач, начавший было тянуть сурдинку, остановился и застыл на месте с раскрытыми от ужаса глазами. А она каким-то надорванным голосом рассказывала историю своей несчастной погибшей любви, роптала на небо и просила у него смерти, проклятия. В зале царила гробовая тишина. Каждое слово было слышно с ужасной отчётливостью. Вдруг Гольская остановилась и медленно подошла к рампе. Она уже не рыдала, не ломала в отчаянии рук. Ясное спокойствие разлилось по её лицу. В руках у неё сверкал и искрился гранённый флакончик с тёмной жидкостью. Ах, какой отвратительный запах! Страшно! Надо сделать усилие! Горько сжёт в груди. Она ввела зрителя большими изумлёнными глазами. Побледнела, зашаталась и со страшным раздирающим душу криком упала на пол. Восторг и какое-то растерянное недоумение изображались на бледных лицах зрителей. При гробовом молчании медленно опускался занавес, но мгновение и театр задрожал от буря аплодисментов. Гольская, Гольская раздавалась отовсюду. Угол занавеса дрогнул. Кто-то нерешительно выглянул со сцены и скрылся. Гольская, Гольская, браво! Раздавались неумолкающие крики. Занавес опять колыхнулся на сцену, посыпались венки и букеты. Но что это? Урампы показался человек с бледным испуганным лицом. Он медленно обвел залу помутившимися от слез глазами и едва слышно произнес дрожащим голосом. Господа Гольской не стало. Редактор субтитров не Редактор субтитров не о чём не э н 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 Продолжение следует...